приветствую всех на канале меня зовут наталья и конечно в первую очередь хочется поздравить всех наступающим годом и рождеством вы мне часто задаете вопросы про жидкий пластик и про глину и сегодня я решила сделать урок эксперимент я покажу как работать жидким пластиком подробный урок у меня есть на канале ссылку я оставлю и также покажу как работать с глиной и могу сразу сказать что не все то что можно сделать из пластика можно сделать из глины и никак не наоборот покажу в близи как это делать как смешивать и конечно чем это отличается плюсы и минусы но каждый мастер выбирает сам с чем работать если вам интересно оставайтесь со мной и приступим есть вот такие формы фигурные и очень тонкие и конечно с глиной здесь но никогда же если заморозить все равно не получится отчетливо и красиво поэтому сегодня я буду использовать жидкий пластик вот у меня такой он двухкомпонентный и прежде чем работать с таким пластиком обязательно почитайте инструкцию как смешивать и как работать потому что он есть разный у меня вот 305 номер и когда смешивается компонент а и компонент б у нас есть время смешать и разлить по формочкам 7 минут и время действия затвердевания пластика 30 минут конечно обязательно надо работать в перчатках это просто сто процентов обязательно нужны перчатки чтобы не попадала на кожу для работы мне понадобятся одноразовые стаканчики ложечка чтобы смешивать или что-то еще зубочистка и если вы не можете определить на глаз как смешивать в одинаковых количествах или чуть меньше то конечно нужны весы желтой бутылки у меня компонент а в синий компонент б обычно смешивается 100 на 100 но именно этот пластик смешивается 100 на 90 100 компонента а и 90 компонента б перед тем как начать работать надо обязательно все вот так смешать стрясти очень хорошо у меня вот такие десертные стаканчики они удобны тем что уголком затем очень удобно наливать и я наливаю компонент а и чуть поменьше компонента б пока компоненты не смешаны они можно сказать не нагреваются вот я смотрю на глаз и меня устраивает количество теперь я смешиваю два компонента вместе наливаю а компонент в компонент б или наоборот и хорошо все смешиваю вот вы видите он уже начинает белеть надо обязательно хорошо смешать чтобы все начала начала действовать и теперь я беру свои формы и сейчас буду разливать делаем это очень аккуратно лучше не долить чем перелить и конечно на стол что-то стелим чтобы нам было чтобы не испортить стол и вот зубочисткой можно все подправить тут у меня чуть-чуть лишнее сразу убираю нужно работать очень аккуратно я немножко перелила здесь так получилось хочется вам показать когда это делаю не на камеру получается конечно лучше и заливаю формочки надо распределить вот чтобы сюда все попало так лишнее убираю у меня тут уже образовалась лишняя когда камера висит наверху немножко неудобно без камеры можно подсунуть голову и все это дело сделать и продолжаю разливать вот можно увидеть как пластик становится белым и твердеет вот здесь немножко я не дали вам так как ножницы я делала в первый раз и вот вы видите чуть-чуть не долила и вот здесь вот но теперь буду знать и уделять этому следующий раз больше внимания и сейчас еще подожду немного и буду вытаскивать форма покажу что получилось мои молды постояли 30 минут и сейчас буду вытаскивать прежде чем вытаскивать надо немного их вот вы видите чтобы вот так отделить аккуратно они уже подсохли и вот они еще мягкие посмотрите что получилось вот этот молд очень глубокие и с помощью пластика можно регулировать толщину с глиной этого не сделать ведь он еще мягкий когда он высохнет полностью и вот у меня получился такой ключик музыкальный и теперь попробую гитару вот тут настолько все тонкое что прямо страшно трогать но именно с помощью пластика можно сделать вот эти все тонкие детали и сейчас я вам потом покажу сравнение пластика и глины стараюсь очень аккуратно вытащить даже страшно все такое тоненькое вот еще не до конца все высохло и сейчас здесь еще тоньше молд не знаю как получится вытащить но попробую вы видите как там все тоненько тоненько не знаю что будет с ножницами но также постараюсь вытащить что-то у меня прилипло тут сейчас я к вам вернусь теперь вытащу расческу расческа больше как-то зафиксировалась но все равно она еще чуть мягкая но вполне получилось посмотрите как все отчетливо видно для сравнения вот у меня есть глина и вот видите как все таки отличается и у меня также есть гитара из глины вот она этих у меня нету ключика нету вот есть вот такая и вы видите глина даже при высыхании она немного уступает в размере сейчас ножницы которые я тут вот не долила все хорошо вытаскивается но надо очень аккуратно это делать мол достаточно глубокий я подлезаю ноготками и пытаюсь оттуда вытащить ну вот где-то пинцет у меня был вот здесь можно вот это убрать и и вполне очень симпатично получилось на будущее буду знать что вот расчески надо уделять больше внимания и теперь вот эти ножницы тут совсем все мелко 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 вот здесь немножко не долила и и вот что получилось тоже вполне симпатичные если надо делать игрушки на парикмахерскую тематику то вот вполне можно использовать эти молды и сейчас посмотрим вот с этими маленькими ножницами что тут случилось вполне вполне очень посмотрите все отчетливо видно и вот самые самые маленькие вот даже тут маленькие детали даже страшно их вытаскивать ну совсем малюсенькие и что в итоге у меня получилось здесь у меня пластик здесь лепнина конечно различие есть во первых пластик более белый вот вы видите лепнина она белая но немножко по сравнению с пластиком отдает серым и хочу также показать вам еще различия вот здесь у меня глина это уже покрашенная глина и вот можно вот так вы видите как все также можно здесь можно уже придумать как кто хочет и как я уже говорила если эта тематика например парикмахерская то можно здесь уже комбинировать ваши молды все по моему получается очень симпатично но мне нравится ножнички теперь я все отодвину и вот эту же гитару я попробую сделать из глины и посмотрим в чем различие вот я говорила этот молд очень глубокий и если с пластиком можно регулировать высоту как бы чтобы не получилось слишком толстая то с помощью глины это нельзя как бы выковыривать все но совсем неудобно и сейчас посмотрим что же конце концов получается вот я все забиваю выравниваю лишнее убираю и сейчас попробую вытащить я очень люблю всякие эксперименты всегда что-то новое нахожу что-то мне нравится что-то не нравится и вот вы видите различие конечно при высыхании глина станет немножко меньше и вот даже различия видите вот тут толщина и тут толщина конечно здесь здесь она намного толще ключик тут вообще толстый сейчас посмотрим что получится с музыкальным ключиком также забиваем глиной лишнее убираю я уже здесь много пластика налила мне казалось толстый сейчас посмотрим что получится из глины придерживаю чуть-чуть вот так края отрываю и вот что получается вы видите и конечно толщина ну очень толстый вот я тут заполнила еще один молд и попробую его тоже вытащить меня очень смущает конечно именно толщина вот что получается вроде бы все отчетливо но посмотрите какая ужасно толстые толстые получается лепнина и конечно это вес эти молда я и пробовать не буду глины потому что я уже пробовала мне пришлось держать в морозилке чтобы совсем совсем заморозить и с трудом вытащила поэтому вот такие молды конечно с длинной сделать невозможно сегодня я показала экспресс урок как работать с жидким пластиком и как работать с глиной и конечно какие фигурки получается из пластика и какие из глины плюсы и минусы каждый мастер выбирает как работать и с чем работать я работаю и с тем и с другим а на сегодня все надеюсь урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое если у вас есть вопросы конечно всегда пишите сейчас я показываю то с чем я работаю но после нового года когда у меня будет время свободное и я покажу то что вы желаете хотите ну конечно при возможности творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока